всем привет и доброго времени суток это очередной урок по 3d моделированию в blender и сегодня будем делать вот такие карандаши делать их очень просто течение буквально 5 минут можно сделать давайте начнем итак запускаем blender первое что мы делаем создаем mesh circle заходим в режим редактирования редактирование точек вершин нажимаем е а также z чтобы выдавить по оси z затем нажимаем alt m и сливаем все выбранные точки в центр получилась одна точка переходим на вид сверху и воспользуемся инструментом нож его можно выбрать на полке инструментов вот он либо использовать горячую клавишу кей и давайте воспользуемся горячей клавишей нажимаю кей и делаю надрезы в следующих местах видите идет привязка к точкам к вершинам попадите прямо именно в вершину и повторите такие надрезы как у меня надрезов можно делать больше меньше просто будет форма вашего карандаша от этого зависит когда закончили круг нажимаете enter и происходит надрезы теперь инвертируем выделение для этого нажимаем control также ай видите выделение инвертировалась нажимаем x и удаляем вершины выделите все вершины по окружности снизу зажимаем alt и кликаем на нижние ребра происходит круговое выделение нажимаю е и немного выдавливаю по оси z еще раз нажимаю е и по оси z выдавливаю больше примерно чтобы вот такая форма карандаша получилось для того чтобы выровнять нижние вершины их нужно масштабировать по оси z нажимаю с затем z и ставлю 0 на клавиатуре нажимаю enter все они масштабировались по оси z до нуля давайте сформируем заднюю часть карандаша нажимаю е чтобы еще раз выдавить с и немного подыму их по оси еще раз е смещаю еще раз е теперь нажимаю alt m чтобы слить все точки в одну сформировали нижнюю часть карандаша давайте выйдем из режима редактирования и применим модификатор subdivision surface поставьте поле view двойку чтобы видеть как он реально будет отображаться на рендеринге также на полке инструментов нажмите в разделе shading smooth чтобы сгладить края нам нужно сделать чтобы здесь кромка перехода от самого карандаша к поточной части карандаша была более четкой зайдите в режим редактирования давайте выделим по кругу эти вершины и нажмем n и справа в панели инструментов есть вкладка transform и здесь появилось значение main chris доводим его до единицы и он делает более четкую кромку заходим в режим редактирование еще раз включаем вид сбоку и сделаем еще один надрез нажимаю к кликаю слева от карандаша веду направо наискосок но перед тем как утвердить этот разрез давайте нажмем клавишу z как вы видите снизу z описывается как дополнительная функция она будет резать сквозь все грани которые даже на задней стороне карандаша находится нажимаю z и теперь левой клавишей мыши фиксирую надрез и нажимаю enter все надрез произошел нажмите а чтобы снять выделение а теперь давайте выделим верхнюю точку зажмите alt и shift и выделите по кругу вот эту часть карандаша это будет крифель теперь нажмите п чтобы отделить его выходим из режима редактирования вот он наш карандаш давайте его масштабируем чтобы он не такой огромный был все карандаш готов давайте применим пока предварительно материал в следующем уроке мы настроим материалы освещения но сейчас хотя бы назначим базовый материал я буду использовать cycles render и так выбираю карандаш нажимаю настройках материала new нажимаю плюсик чтобы добавить еще один материал нажимаю new итак первый материал у меня будет называться paint краска а второй материал дерево сейчас ко всему карандашу применен первый материал paint давайте зайдем настройки settings и в разделе viewport color выберем допустим голубоватый вот мы видим что это отдельный материал первый paint пока это просто вид в viewport здесь это никак не влияет на результат рендеринга выберем второй материал сделаем его коричневым заходим в режим редактирования и выделим вот эти грани переключусь в режим отображения решетки нажму б и я в виду эти грани применяю к ним материал дерево нажмите на кнопку assign выходим из режима редактирования отображение solid сделаем вот видите одна грань у нас не выбралась по какой-то причине давайте это же выберем и материал вот применим к ней также для грифеля нужно добавить материал но обычно цвет грифеля такой же как цвет самого корпуса карандаша чтобы было понятно поэтому давайте выберем просто материал paint который мы настроили вот такой карандаш у нас получился в следующем уроке можете посмотреть как мы настроим освещение материалы чтобы получить вот такой результат на этом урок закончен желаю успехов в обучении